В целом считается, что в современном обществе война это что-то давно ушедшее. Танки вроде не должны по городу ездить. Во-первых, война не окончена. Во-вторых, не очень понятно, как долго она продлится и вернутся ли все жители потом обратно. Просто собраться всеми горожанами и вообще понять, какие наши сильные стороны, какие слабые. Важно, мне кажется, принять историю, зафиксировать ее, всем рассказывать, чем она была плоха. Есть осознание, что это все не вечно, но что у тебя и твоих близких украли, наверное, как минимум ближайшие лет 10. Расскажите о себе. Меня зовут Аркадий Гершман. Обычно меня называют урбанистом, но мне больше нравится профессия адвокат города. Я популяризирую здоровые отношения к городу, плюс иногда работаю в области консалтинга, связанные, как правило, с дизайном улиц, с безопасностью движения. Ну, то есть, в принципе, с урбанистическими такими вопросами от уровня планирования до уровня, не знаю, дизайна конкретного перекрестка или общественного пространства. Ваши первые мысли и чувства 24 февраля. Шок, отрицание, поиск вариантов, как обезопасить себя и близких, растерянность, непонимание завтрашнего дня. Как война меняет городское планирование и администрирование? Современная война — это все-таки такой уже уходящий феномен, и метод ведения войны совершенно другой, нежели буквально 70 лет назад. Мало кто делает городское планирование, например, с учетом того, что нужно, чтобы проехала колонна танков, потому что все понимают, что танки вроде не должны по городу ездить. Разве что можно вспомнить пример Израиля, где, к сожалению, война — это повседневность, и они стараются всеми силами ее уменьшить. И поэтому там в каждом доме по умолчанию идет бомбоубежище. Ну и, естественно, на это накладывается система оповещения, как в телефоне, так и в виде динамиков, других вещей. Или что в общественных пространствах, если есть где-то детская площадка, то, скорее всего, под ней будет бомбоубежище, открытое, есть везде список бомбоубежищ, то есть он в открытом доступе. Это один сценарий. Есть сценарий еще в Швейцарии или Финляндии, где, например, тоже бомбоубежище до сих пор является обязательным элементом для новостроек, но при этом они все-таки уже не так прорабатывают общественные пространства, потому что все-таки считается, что война — это то, что было когда-то давно, поэтому мы не будем тратить на это сильно много ресурсов. Если мы посмотрим на Украину, то там обустраиваются специальные пространства для обогрева, для подачи электричества, для сотовой связи, где можно просто получить воду или какой-то запас лекарств в общественных пространствах, но это делается по временному методу, с помощью больших палаток. Можно перечислять опыт разных стран, но нигде, мне кажется, сейчас не найти какого-то единого перечня, там из десяти пунктов, как подготовить город к войне, потому что в целом считается, что в современном обществе война — это что-то давно ушедшее, и развитые страны вряд ли будут подвергаться, например, массовым бомбардировкам, и просто чтобы от города ничего не осталось. Самый большой опыт восстановления городов, он был после Второй мировой войны. И здесь, условно, мы можем разделить весь опыт на немецкий и опыт, например, СССР, потому что кардинально разные режимы, а всегда политический режим, он отражается на том, как город работает, как он развивается, деградирует или в том числе восстанавливается. С одной стороны, Германия, которая была довольно сильно разрушена в годы Второй мировой войны. Процесс восстановления, как ни странно, длится по сей день очень часто. И здесь, что интересно, не было какого-то единого подхода. Во-первых, потому что Германия была разделена на восточную и западную, а во-вторых, все-таки были развиты как местные самоправления, как институт. И плюс на это накладывалась еще и относительная бедность. И поэтому можно вспомнить Кёль, например, который там, по сути, сохранился центральный собор, по которому ориентировались летчики бомбардировщиков, а вокруг уже новая застройка. Но за основу они взяли старые улицы, примерно ту же самую этажность, но при этом архитектура уже кардинально новая. И поэтому у вас, возможно, сложится ощущение, что вы гуляете по улицам старого города, но почему-то все дома из бетона и стекла. Нечто подобное, кстати, еще и практиковали в Роттердаме, который тоже был уничтожен. И там не стали цепляться за что-то старое, там все-таки начали перепридумывать город. С этим было связано определенное количество градостроительных ошибок, потому что за основу они взяли американскую модель с даунтауном и спальными большими районами вокруг. И они выяснили, что это приводит к тому, что центр города вымирает, и это социальная проблема. То есть там просто было опасно ходить. И поэтому они по сей день возвращают жилую функцию в центр города, создают достопримечательности, чтобы жители города и туристы просто понимали, что они жители именно Роттердама, а не Амстердама, Утрихта или какого-либо другого города. Можно вспомнить про Дрезден, потому что после бомбардировок там собрали осколки от зданий. То есть то, что можно было как-то понять, где это стояло, к какому дому это принадлежало. И они все эти обломки при расчистке города вывезли за город и стали охранять. И в целом была большая идея, что мы должны, то есть мы как жители Дрездена, должны какие-то самые яркие визуальные образы города, типа храмов, ну такой парадной архитектуры, что они должны быть восстановлены. Да, не все они сумели спасти. Какие-то, условно, кирпичики, части дома новые. И они отличаются от цвета тех же деталей, которые там были спасены. И поэтому многие объекты, они немного такие пестрые, темно-светлые. То есть темное, это именно то, что они сумели сохранить и за 70 лет не растеряли. Светлое, это то, что было добыто на тех же карьерах, как правило, но уже вставлено, и ты сразу видишь, где старое, где новое. А окружающая застройка, она с одной стороны копирует старую застройку, но с другой стороны это уже совершенно новая застройка. То есть там взяли за ориентир размеры улиц, высоту домов, примерно, ну как осознали, какой формы был этот дом. Но при этом они не стали досконально все восстанавливать. Если же мы будем брать территорию современной России, плановая экономика, пятилетки, как можно быстрее, как можно больше и дешевле. Ну, то есть города лежали в руинах, людям нужно было где-то жить. В СССР вот было, как правило, два подхода. Первый, который относился к городам с большой исторической ценностью, это Псков, например, Новгород, где тоже был метод научной реставрации, потому что там памятники архитектуры, ну, можно сказать, которые были фундаментом для образования российской государственности в целом, и смогли убедить, что все-таки нет, тут мы не будем торопиться, мы будем делать все более-менее правильно. И был уже более массовый подход, который касался Воронежа, не знаю, Волгограда, Белгорода и других городов, где нужно было поднимать город с руин, когда нужно было все восстановить очень-очень быстро, то, как правило, не всегда смотрели на качество. И, например, сегодня у Волгограда, центральная часть которого, по сути, была отстроена одномоментно, начинаются очень большие проблемы с коммуникациями, потому что их прокладывали на быструю руку, прокладывали сразу и много за короткий отрезок времени, и поэтому сейчас, когда все это очень сильно изношено, по сути, нужно весь тот же самый центр города перекрывать опять, чтобы разом все отремонтировать. Из-за того, что города восстанавливали единомоментно, то единомоментно же нужно сейчас что-то делать с домами, у которых довольно плачевное состояние. Можно ли уже сейчас делать прогнозы по восстановлению Украины? Мне кажется, очень важно, что в Украине уже сейчас начинают думать о том, как они будут все это восстанавливать. Нужна какая-то большая идея, долгосрочное видение, чтобы на основе этого выработать уже какие-то принципы и начинать тактически, локально какие-то вещи, начиная от разбора завалов, заканчивая архитектурой конкретных ансамблей, улиц или конкретных домов, например. Сейчас, мне кажется, невозможно построить какие-то планы, потому что, во-первых, война не окончена, во-вторых, не очень понятно, как долго она продлится и вернутся ли все жители потом обратно. И очень часто, ну вообще, если мы смотрим на города, то за всю историю они всегда отвечали каким-то потребностям. И условно, город индустриальной эпохи – это город-завод, где основная масса людей работает либо на завод, либо на предприятиях, связанных с заводами. И все-таки они уже сегодня, такие города не отвечают современным каким-то запросам информационной эры, например. То есть, в целом, мы понимаем, что города устроены намного сложнее, что нужна какая-то стратегия, что стратегия должна, как бы, не просто быть придумана в кабинете чиновников или хорошими архитекторами, она должна быть принята всеми горожанами, грубо говоря, чтобы у каждого города была, ну, какая-то мечта. Не у города, а у горожан. И стратегия на основе этого уже строилась, и были какие-то конкретные вещи приняты. По сути, нужно что-то перепридумать, сделать какую-то цель этому городу, чтобы каждый горожанин мог сказать, вот, чем мы отличаемся от жителей соседнего города, и каким наш город там будет, например, через 5-10 лет. И, опять же, это уже большой вызов. То есть, для этого нужно просто собраться всеми горожанами и вообще понять, какие наши сильные стороны, какие слабые, и что мы будем делать дальше. И тут возникает вопрос, что делать, если этих горожан сейчас физически нет в этом самом городе, а они разбросаны по Европе, по другим городам Украины и так далее. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот сейчас важно, опять же, проговорить какие-то принципы, и что мне очень нравятся, вот, сами украинские специалисты, они прекрасно понимают, что архитектура, планировка городов, это всегда отражение тех ценностей, которые есть в городе, и что они прямо говорят, что куда мы будем развиваться, а от чего мы хотим отказаться. И здесь, мне кажется, вот есть один важный момент, что когда мы перестраиваем города и говорим, что там этот опыт был плохим, этот хорошим, и мы в этом будем двигаться по-хорошему, важно не забывать историю, потому что, как мы видим, что если кто-то забывает историю или начинает ее как-то трактовать в своем видении, то происходят ужасные вещи. И поэтому важно, мне кажется, принять историю, зафиксировать ее, всем рассказывать, чем она была плоха. Очень важно не делать виду, что эта история, в принципе, не существовала. Есть ли у Украины риск попасть в чью-то зависимость после войны? Действительно, риск попасть в зависимость, не важно, чью зависимость, но как бы потерять самого себя, она есть. И, в принципе, мы за последние десятилетия как раз очень хорошо видим, как разные страны под какими-то благими целями, выдавая, например, кредиты или еще как-то, по сути, делают другие города и страны своими вассалами. То есть очень активно сейчас так поступает Китай, например, который продвигает свои инфраструктурные проекты и в Центральной Азии, и в Африке, и во многих других государствах. Такая же практика есть, похожая у Евросоюза. Ну, наверное, менее губительная, но тем не менее, все-таки, когда они дают гранты и продвигают свои компании, это, с одной стороны, прокачка своих экономических институтов, своих специалистов. По сути, что если мы говорим про инфраструктуру, то когда все заточено, например, на одного производителя или на один стандарт, то потом города, даже если выплачивают все проценты, то им же нужно проводить ремонты, как-то это все менять. И это тоже, ну, как получается, вы можете делать, условно, на одного поставщика. И поэтому вот как раз очень важно самим понять стратегию, что хорошо, что плохо, и иметь какую-то вилку вариантов. То есть мы можем сделать или так, или так, давайте мы поймем все плюсы одного, все плюсы другого. И, возможно, как бы это странно не звучало, но не стоит торопиться. Понятно, что многие города в ужасном состоянии, что пострадала критическая инфраструктура, что нужно восстановление, и действительно всем этим нужно заниматься. Но, опять же, важно держать в уме, что города существуют столетиями. То, что будет создано сегодня, будет, скорее всего, с вами десятилетиями. То есть, опять же, опыт Германии, они сами того не подозревая, пришли к концепции, что каждый город уникальный, поэтому в каждом городе свой опыт восстановления. Куда хуже, если будет какой-то централизованный на уровне всей страны список, что вы должны сделать. И тогда, можно сказать, мы повторим ошибку городов индустриальной эпохи, когда все делалось себе под копирку. Поэтому важна именно гибкость решений и вариативность. Как города в других странах реагируют на поток беженцев? Тут, наверное, надо сказать, что действительно ни одна стратегия развития города не включает в себя то, что у соседей будет война, и придется столкнуться с потоком беженцев, или что в рамках этого города будет война, и нужно будет эвакуировать всех людей за один час. И тут в краткосрочной перспективе может показаться, что это большая проблема для любого города, потому что очень неожиданно нужно разместить очень много людей. Инфраструктура на это часто бывает не рассчитана. Ответ, если мы смотрим здесь сейчас, что давайте мы просто как-то не будем впускать этих людей. Но тут, опять же, страдают ценности. То есть, мы не можем говорить на весь мир, что мы современные, мы из-за человеколюбия, и при этом оставлять людей, там, своих соседей, еще кого-то в беде. А с другой стороны, если мы посмотрим на долгосрочное планирование и на хороший опыт как раз включения таких беженцев в состав своего города, то мы увидим, что на самом деле это отражается в плюс. Потому что если вы создадите условия интеграции людей в общество, дадите какую-то помощь, то буквально через 5-7 лет, как показывают разные расчеты и разный опыт, эти люди начнут очень мощно прокачивать вашу экономику. Потому что город – это всегда пространство с абсолютно разными людьми. И когда они встречаются друг с другом, создаются социальные связи, создаются новые идеи, новые предприятия, изобретения, не знаю, ну, все, что угодно, даже семьи. Это функция городов – соединять людей. И чем больше в вашем городе людей, тем, и главное, чем он больше привлекает людей на фоне всех остальных городов, тем ваш город выигрышнее. И да, если пережить вот этот вот первомоментный стресс, кризис, и оставить этих людей у себя, то в будущем, ну, скорее, у вашего города будут очень хорошие шансы на развитие. Опять же, если мы посмотрим там на Европу, немецкое правительство, поляки и многие другие, они очень активно сейчас, ну, как, не препятствуют, скажем так, украинцам, чтобы они интегрировались в их города, потому что у них есть кадровый голод. Они понимают, что такие беженцы, они, например, куда менее проблемные, например, чем африканские, потому что, как правило, есть уже какой-то уровень образования, ну, и в целом общие культурные коды. И поэтому, ну, опять же, если там война не закончится в ближайшее время, и эти люди останутся в этих странах, то эти города только выиграют на самом деле. Как города помнят войну и трагические события? Самый подсознательно понятный способ отразить историю – это действительно сделать какой-то монумент. Но тут есть большая проблема, что, во-первых, вы не везде сможете сделать такие монументы. И когда мы говорим о будущем города, важно оставить память о трагических моментах, но при этом идти дальше. Тут можно вспомнить памятник жертвам Холокоста в Берлине, например, что как он сделан, и то, что там, например, спокойно играют дети. И мне кажется, что это очень важно. То есть, с одной стороны, мы отражаем трагическую историю места и людей, а с другой стороны, мы при этом всем говорим, что при этом мы идем дальше. И вот с такими монументами, если мы берем там классические советские парки Победы или какие-то другие места, то там ты приходишь и можешь только скорбить. И поэтому эти места, которые очень часто вырваны из городского контекста, используются там, например, несколько раз в год. Лучше не делать какой-то один мемориал, например, на весь город. Куда лучше, через среду, показывать более трагедию, например, каждого человека, при этом показывать историю места и, естественно, чтобы отражать это в общегородском контексте. И тут есть совершенно разные инструменты, начиная от того, что в некоторых зданиях не реставрируют стены, куда попадали осколки или пули. Там есть опыт руинизации, или просто дом продолжает быть жилым, офисным или еще либо каким, но при этом стены все помнят, и ты, когда идешь, ты это видишь. Тут никакие таблички не нужны, ты и так все поймешь. С другой стороны, есть действительно инициативы про последний адрес, камни преткновения, которые вообще никак не завязаны на город и государство, делаются на частные деньги или на гранты, например, и они рассказывают историю каждого человека. Ну и в том же, кстати, Берлине есть вдоль всей стены, где она стояла, просто брусчаткой выложены две линии. И это, на самом деле, уже очень сильная память места, хотя, казалось бы, ничего в этом сверхъестественного нет. Не надо ждать, что придет какой-нибудь известный архитектор и поставит вам стелу. То есть, в принципе, мне кажется, задача каждого человека, особенно, который пережил такую трагедию, как-то донести эту память дальше. И здесь, ну как, может и жители одной квартиры это сделать своими силами. Там, не знаю, собственник целого здания, который принимает решение просто не реставрировать что-то, что, например, отражается на стенах. Так и желание города отразить это место. Но, опять же, это должно укладываться еще в общую стратегию города. Потому что будет очень обидно, что вы сделаете где-то монумент, например, а потом поймете, что, ну, вообще у вас городская проблема и там нужен городской квартал, например, а не вот это вот все. Нужно, как, помнить прошлое, но при этом идти в будущее. Понятно, что сейчас, когда есть определенная табуирность всего непохожего, будет сложно это делать. Но мы сможем вспомнить даже советские годы, потому что тогда архитекторы, городостроители, транспортники, они все-таки получали зарубежную литературу, пытались многие концепции приземлять на советский опыт, несмотря на плановую экономику и многие другие вещи. Мне кажется, что мы можем забыть о урбанистике в западном понимании, когда мы создаем сообщество, через него что-то меняем, то есть такая низовая активность. Это, скорее всего, в ближайшее время будет намного меньше. Но при этом про какое-то здоровое урбанистическое планирование, про какие-то реформы, это, скорее всего, будет. Другое дело, что в не столь большом масштабе, как хотелось бы, потому что количество проблем огромное, и решать их нужно очень-очень быстро. А вот желание и понимание, как, что самое главное, планирование, там даже на уровне городов, все это делает практически невозможным нормальные реформы оздоровления, санацию и районов, и всех городов в целом. Но мне кажется, что все-таки за счет того, что есть массовый запрос на какое-нибудь хорошее благоустройство, нормальный общественный транспорт, то есть все то, что успело сформироваться за последние 20 лет, например, это все-таки будет подталкивать каких-то политиков и чиновников делать хоть что-то. Другое дело, что это будет уже не в таком большом масштабе. Что изменилось в вашей жизни после начала войны? Мне очень нравится граффити в Ереване художника Абиха. Без дома страшно и домой страшно. И вот это вот чувство, оно продолжает у меня жить каждый день. То есть когда, с одной стороны, ты хочешь что-то менять в России, делать ее лучше, любишь, как видишь сильные и слабые стороны, но при этом ты понимаешь, что возможности что-то изменить сейчас практически нет. Есть осознание, что это все не вечно, но что у тебя и твоих близких украли, наверное, как минимум, ближайшие лет 10. Хотели бы вернуться в Россию? Очень хочется. И все еще каждый день об этом думаю. Но после прочтения новостей каждый день, то есть утром ты просыпаешься и думаешь, что очень хочешь, вечером ты засыпаешь с мыслью, что, а может, и не стоит. Но опять же, тут еще вопрос. Ты хочешь оставаться человеком мира? Ну, я имею в виду, что весь мир перед тобой открыт, ты можешь сам управлять своей судьбой, или единомоментно за тебя могут что-то решить и испортить тебе всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok